Тем, кто еще не привился, крайне важно пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Заболеваемость начала расти. Специалисты-эпидемиологи связывают это с выявлением нового штамма омикрон. Для удобства вакцинации жителей делается все возможное. Так, например, в селе Кенель-Черкассы жители смогли привиться в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Это полностью укомплектованный ФАП, который позволяет провести все необходимые процедуры. Это очень удобно. Вот очень удобно. Мы, во-первых, здесь живем недалеко. Ну вот, пришли, собрались, и вот наше время подошло. Мы пришли, предварительно позвонили в поликлинику. Будет ли? Да, будет. Все, спасибо, приехали. И мы пришли тут же. Тем, у кого с момента первичной вакцинации или с момента выздоровления прошло полгода, рекомендуется своевременно прививаться повторно. Для этого подходит любая из зарегистрированных в России вакцин от коронавируса. В мобильном фельдшерско-акушерском пункте пройти вакцинацию могут до 60 человек. В данном пункте, что большой плюс, имеется наличие морозильной камеры и холодильника, что позволяет нам соблюдать холодовую цепь при транспортировке вакцины. Также большой плюс этого модуля, что мы можем вакцинировать население в отдаленных территориях и маломобильных граждан. Не стоит забывать и о профилактических мерах соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это особенно важно сейчас, когда в регионе уже выявлены заболевания новым штаммом омикрон. Ольга Павлова, Мэри Елчан. События.